Доброго времени, так как радиалы, с вами как всегда Арталаски. И сегодня у нас финал второго этапа конкурса челленджа. В рамках данного этапа каждый из участников должен был создать свою первую полноценную игру и выложить её в специальный каталог игр. На разработку игры участники получили только один месяц. Ну и плюс неделя на то, чтобы добавить игру в каталог и чтобы она успела пройти модерацию. Победители второго этапа получают остальные четыре курса школы в подарок. К участию в конкурсе были приглашены 20 победителей с первого этапа конкурса. Это как раз те ученики, которым мы подарили доступ к курсу. Также к ним присоединились ещё пять участников, которые воспользовались возможностью купить курс по 2D-платформеру с нуля. Таким образом, в баттле по обучению с нуля на скорой соревновалось целых 22 разработчика. В конце каждой недели мы давали участникам обязательные задания. Первым стало задание по внедрению логотипа в игру, чтобы в течение игры главный герой мог взаимодействовать с ним как минимум один раз. Второе задание – добавить в игру элементы юмора. Смешную анимацию, звуки, подсказки, что угодно, что по мнению разработчика игры является смешным. Последнее задание – добавить в игру пасхалку. К сожалению, некоторые участники так и не смогли создать игру вовремя и добавить её в каталог. Но давайте посмотрим на тех, кто смог. Участник номер 9 – Minutes of Madness Участник номер 6 – Robot Участник номер 3 – Dark Solid Участник номер 25 – Dogs Adventure Участник номер 21 – Usual Day in Space Участник номер 22 – Another Reality Участник номер 15 – Piece of Gold Участник номер 18 – Away from Dark Участник номер 17 – Thoughts Участник номер 14 – Battle of Robots Участник номер 24 – Worldwide Delivery И, наконец, участник номер 10 – Treasure Hunt Теперь финалистов второго этапа ждёт третий этап и голосование за лучшую игру, которое получит денежный приз от unity3dschool.ru Определять победителя будут сами участники при помощи оценок в самом каталоге, а также участвуют в закрытых голосованиях между участниками группы третьего этапа. Если вы прошли в третий этап, но ещё не вступили в специальное сообщество, обязательно в него вступите, иначе не сможете принять участие в будущем голосовании. Ну а также следите за моими видео. Ведь по итогам третьего этапа мы вам покажем, как проходило голосование и кто же всё-таки победил в конкурсе. Всем пока!